Вот еще одна территория, которую мы продолжаем охарактеризовывать, это Высоковск, Клинский район, Высоковск, Селинская, Лаврова и в принципе сам Высоковск это такая агломерация. Там есть как бы школы, садики и там достаточно вокруг Высоковска все вот эти поселки очень сильно заселены. Значит характеристика района следующая, то есть артезианские скважины глубиной около 100 метров, вода не очень хорошая, но пойдет. Вот и вся территория практически позволяет взять воду в песках примерно 40 метров глубиной, качество там воды заметно лучше, чем в артезианках. То есть качество хорошее, территория благополучная, всем населенные пункты, в основном там какие-то СНТ, мелочевка в общем, таких крупных населенных пунктов нету. Высоковск это практически вот вся территория описывается одним словом, да и вот вокруг как предпочтение лучше по 30-40 метров делать скважины на песок. Это самое лучшее по качеству вода будет. И еще одно замечание, то есть с глубиной на этой территории качество воды будет только ухудшаться. То есть гнаться за метрами ни в коем случае нельзя, поэтому если будет с кем-то договариваться, договаривайтесь за скважину, а не за метры. Потому что, чтобы буровяков не провоцировать и подталкивать их сделать побольше глубину, там ничего лучше не будет, будет только ухудшать. Вот метры Вам будут портить качество воды. Друзья, если Вам потребовалось водоснабжение, Вы можете, не откладывайте в долгий ящик, присылайте на WhatsApp первое местоположение, как Вас зовут, опишите в двух словах задачу, и я Вам обязательно отвечу и предложу решение. Один из важных моментов – это условия, на которых бурятся скважины, добывается вода. Это, во-первых, постоплата, то есть у нас нет предоплат. Мы не выкручиваем потом руки заказчику, мы делаем сначала работу, потом человек рассчитывается. У нас нету разведок никаких, мы ни копейки не берем, если у нас ничего не получается. То есть, грубо говоря, мы делаем работу, и только тогда, когда она сделана, человек рассчитывается. Причем старый известный наш принцип – нет воды, нет денег. То есть, соответственно, человек не рискует ничего. Даже есть такие случаи, когда мы приезжаем, когда кто-то попытался пробурить, какая-то фирма взяла за разведку, уехала. Мы все равно, бывает, приезжаем на такие вот случаи. Если внимательнее присмотреться, подготовиться, то можно попробовать и даже в таких случаях. И в этих случаях мы за разведку не берем. Так что Вам рекомендую не давать предоплат, потому что Вам потом руки вывернут, Вы будете зависимы от этого, от исполнителя. И второе – не соглашаться в договорах ни на какие разведки. В московском регионе все давным-давно разведано. Не надо ни в коем случае баловать и провоцировать на жульничество буровиков. Не давайте никаких разведок, потому что бывает выгоднее взять разведку, деньги за несделанную работу, чем добиваться результата. Потому что бывает его сложно достичь. За этой разведкой прячется жульничество и некомпетентность чаще всего. Чаще. Бывают несчастные случаи, но фирма должна это пережить просто. Есть какой-то статистический невыполненных работ, за которых не дали ни копейки. Ну, переживем как-нибудь. Не так уж их много на самом-то деле. Условия, какие нам потребуются от заказчика. Техника малогабаритная. Другой у нас нет. У нас нет выбора между большой и маленькой. У нас только маленькая. Маленькая гусеничная техника на резиновых гусеницах. Не повреждает даже траву зеленую. Ширина проезда нужна полтора метра. Площадка для проведения работ – три на четыре. От заказчика еще потребуется электричество. Если ему нет электричества, вы просто предупреждаете. У нас для этих целей, чтобы не объяснять, есть генераторы. То есть, предупреждаете. Электричество нет, ничего страшного. На вас это никак не сказывается. Просто нас предупреждаете. Второй очень важный момент. Нам нужен будет источник технической воды. То есть, водоем ближайший какой-нибудь, ручей, пожарный прудик, соседские скважины. Очень важно. Это как бы в ваших же интересах. Смотрите, и в наших. Если вы нам не сможете помочь с этой водой, и мы сами ее не найдем, то нам придется ее либо возить самим, тратить свои силы и время, либо заказывать за деньги бочку-водовозку. Соответственно, все эти расходы приплесуются к вашим расходам и становятся вашими расходами. Нам дурную работу делать не хочется. Так что в целях экономии, а в нашем случае в целях ускорения и облегчения работы, нужна источник воды. Мы совместно с вами поищем, и решение найдется. Вы один из заинтересантов, кто должен нам помочь с поиском технической воды. И по поводу места бурения. Значит, оптимальное место бурения там, где вводится труба в дом водопроводная. Рядом с водом в дом полтора метра отступили, вот оптимальное место бурения. Выбрать можете вообще любое место на участке, абсолютно любое. Но помните, что до него придется копать траншею, прокладывать трубопровод. Если вы далеко выберете, то траншею не бесплатно. На данный момент она стоит 2000 рублей метр. Копка за копку, укладка трубопроводов. Соответственно, это бессмысленно потраченные деньги. То есть, есть оптимальное место. Любое другое будет увеличить стоимость всей этой работы, не давая никаких вам плюсов за это. То есть, просто выброшенные деньги. Так что помните об этом. В последнее время какие-то проблемы с блокированием YouTube пошли. Хочу призвать наших постоянных подписчиков и вновь, так сказать, обращенных зрителей подписаться на наш канал «Скважина» с Владимиром Костенко. Он точно так же называется в других соцсетях, в Дзене, там. Во всех остальных у нас есть копии этого канала. Пока все работает, но на всякий случай подпишитесь в других соцсетях, потому что неизвестно, как дальше судьба YouTube сложится. Чтобы не потерять нас, сделать это заранее. Одна часть работы – это бурение. Приехала буровая, наша буровая, что очень важно. Все буровые, только наши. Все наши люди, все слаженные, сработанные. Есть наша база теплая теперь, она теперь отапливается. То есть, у нас есть место для ремонта, своя техника, своя перевозка, свои вспомогательные машины, свои люди слаженные. Мы теперь с партнерами особо не работаем. Только мы сейчас выросли немножко и смогли отказаться от работы с партнерами. То есть, мы сейчас просто либо передаем заказ, говорим, что нам далеко или там не сможем мы сделать. Под нашей крышей работают только наши сотрудники, наша техника. Это важно. Во-вторых, когда мы пробурили, эту работу выполняют буровики. Ничего другого они не делают. Не убирают за собой, не обустраивают, ничего не делают. Не вывозят землю, которая там. Это буровики, они просто бурят. И просто скважина у вас. Они заняты своим делом. Дальше. Следующий этап. Надо скважину эту обустроить. То есть, обустроить водоподъемным оборудованием. То есть, поставить насос, завести в дом, автоматику, трубы, там все это сделать. В зимнем, в летнем, без разницы, какая задача стоит, такую и делаем. Это делает тоже абсолютно наша бригада. Никакие другие, никакие смежники с нами не работают. Только наши. То есть, приезжают и делают эту работу. Это другие наши же, другая бригада. И все. Соответственно, на этом часть работ закончилась. Обустройство. Обустройство бывает ярко выражено, как 3-4 типа можно звать. Самое простое обустройство – это летнее обустройство. Это просто насос, просто труба, и просто там либо управление, либо вилка просто в розетку. В одну розетку, вода отчет. Вытащил, и течет. Потом способ обустройства – это обустройство с адаптером. Это самый лучший на данный момент, самый надежный, самый удобный, самый беспроблемный, самый дешевый способ обустройства в зимнем варианте. То есть, все, что вам потребовалось, все, что пришло в голову, какая задача, все можно реализовать с адаптером. сливать и замораживать дом, когда вы на зиму не пользуетесь им, раздавать на несколько потребителей на баню, на все, на полив. То есть все, что можно потребуется реализовать, можно с адаптером сейчас реализовать абсолютно все, все, что в голову придет. Дальше. И такой способ, как обустройство с кессоном, это устаревший способ. Это не идеальный способ, это проблемный способ, это неудобный способ, и он еще и дорогой. То есть его почти не надо никогда делать, за исключением каких-то особых случаев, когда кроме обустройства скважины он носит еще какую-нибудь, не буду вам подсказывать пока, чтобы не напридумывали себе. Лучше его не ставить кессон. Кессон это не лучший способ обустройства. Это дорогой, неудобный способ, проблемный и так далее. Не надо его делать. Адаптер намного лучше, удобнее и все лучше. Все, что вам нужно, можно реализовать лучшим способом. Кессон это не тот случай, он не лучший. Соответственно, лучше от него отказаться. Ну еще один, редко у нас что-то встречается, это павильоны или утепленные ящики. Что тоже допускается, достаточно дешевый способ, но просто в эксплуатации он не очень, потому что его надо как-то подогревать. То есть делается из пенопласта короб на земле, там устанавливается автоматика, бак и заводится в дом. Ну тут немножко придется сам короб немножко утеплять и греющий кабель, трубопровод по земле пойдет, соответственно тоже надо будет. Если близко от дома, то в принципе допускается. Если у вас бетонный пол залит где-то и так далее, то это единственный возможный вариант. То есть тоже такое допускается. Дальше, если вам потребуется канализация, то мы ее не делаем. Мы передаем строительные экосистемы нашему партнеру целиком. Мы сами ничего не делаем с канализацией по разным причинам. И наш же инженер делает водоочистку, если она потребуется. Это тоже наш человек. Так что в принципе вся цепочка состоит из связанных с собой единиц. То есть бурение, обустройство, водоочистка, канализация. Все. Не разделяя ответственность. Все идет по целую работу. А это очень важный момент, почему я про все это рассказываю. Может быть кому-то не интересно, но очень важно. Здесь кроется серьезная проблема, огромный риск. Если одну работу будет одна контора, обустраивает другая, третья, четвертая. Между собой они не имеют единого замысла, не имеют связей сложившихся, не имеют возможности решать, кто на рекламацию поедет и кто за это будет платить. И кто, если что-то приходится перебуривать, переделывать, менять и какие-то нести расходы и совершать какие-то движения. Это очень опасно для заказчика. Когда он все разделит, сразу крайним будет он. Никто из этих отдельных элементов, все будут абсолютно правы. Читайте договор, вот мы с вами бурили, все, до свидания. Это кто обувешал, тот пусть там и вешат. Те, кто вешал насос, скажут, слушайте ребята, вот вы паспорт дали, дали. Я вот согласно этому паспорту все сделал, ко мне какие претензии. Все, что от меня требовалось, я все сделал. У меня все нормально. Это в скважине проблема. И так далее. Потом, когда вся эта, весь этот балаган не женится с водоочисткой, водоочистик, вызываете фирму какую-нибудь известную и они вам, ребята, вот смотрите, это проблема, это решайте с ними дальше, обратно. Решать будете вы. Как только тот, кто разорвал смысловые связи, это вот встречайте беду. Это очень опасно. И человек не так часто в жизни строит что-то, водоснабжением этих объектов, в которых занимается. Поэтому мало кто имеет опыт и часто эту мысль упускают по разным соображениям. Еще одно замечание, что бывает такое, что в погоне за ценой человек получает очень низкокачественные работы. То есть логика такая, то есть часто начинающие, часто сезонники, которые не имеют свои базы, которые выскакивают на сезон, отрабатывают и дальше занимаются чем-то другим. То есть часто бывают очень некачественные работы. Мы по своему роду занятия видим постоянно чужие работы и среди них встречаются очень плохие работы, когда можно было, примеров масса. Особенно это важно, когда территории аварийно-опасные, самоизливные. Вот Поварова там у нас, Завидова, Конакова, Кимры. Вот там опасные самоизливы бывают, очень серьезные. Если в этих территориях будет неподготовленная, неопытная, не знающая, как бороться с такими проявлениями бригада, то все риски опять же оказываются на вас. Вот в этих местах будьте осторожны и старайтесь избегать однодневные какие-то вот... Все когда-то были начинающими, все... Но совет заказчику с этой точки, не надо вам гнаться за ценой, потому что это тоже признак, когда человек обречен делать намного дешевле, чем остальные, хоть чтобы как-то его выбирали. Соответственно, вы в погоне за ценой часто теряете очень сильно в качестве. То есть небольшая экономия по цене приводит к чудовищным потерям вообще всего качества исполнения и аварийным ситуациям. Так что повнимательнее с выбором исполнителей. Попросите показать ранее выполненные работы, где-то как-то посмотреть, что это желательно. Старайтесь избегать спекулянтов, посредников. Это очень плохая штука. Не то, что он там немножко копеечку отфильтровал, наклеил там пару сотен на каждый метр. Это копейки, это ерунда все. Вся проблема, что вы разрываете смысловую связь между заказчиком и исполнителем. В нее встаревает чужеродное тело, которое задает совсем другую мысль. Заработать как можно больше денег, где-то хапнуть, не неся никакой ответственности, только мешая. И отфильтровая деньги. Все. Вот старайтесь избегать вот этих цепочек посреднических. Они приводят, не то, чтобы к потере денег, это херня все, это копейки. Они приводят к сильному ухудшению качества работы и проблемам. И ворох проблем, которые невозможно потом урегулировать бывает. Потому что крайних там опять нет. Там никого не найдешь потом. Тот, кто исполнял, потом тот, кто посредник, потом еще посредник раздал в другие руки обустройство, в третьей канализацию. Все это между собой не женится и крайних нет. Вот это вот осторожничайте. Вообще посредники это большое зло. Если вам потребовалось водоснабжение и канализация для загородного дома, присылайте ко мне в WhatsApp местоположение или точный адрес, как вас зовут. Опишите в двух словах задачу, я вам обязательно отвечу. Спасибо.